Наш грозовой эфир продолжается. Напомню, сегодня в качестве эпиграфа к теме программы мы выбрали строки из известного стихотворения Фёдора Ивановича Тютчева «Люблю грозу в начале мая». Ну вот первое четверостище этого произведения знают наизусть все. А последние строчки, например, вот ты помнишь? Не очень. Я его же выучил в школе ещё. Тогда прочту я. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь на землю пролила. Вот, знаешь, совсем не детский финал. Многие так, не дочитав, записывают классиковских сложений в разряд детских поэтов, лишь потому, что их произведения можно найти в школьных хрестоматиях. О самых детских поэтах и писателях мы сегодня поговорим с Надеждой Ивановной Кузнецовой, заведующей отделом развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки. Доброе утро. Здравствуйте. Надежда Ивановна, на ваш взгляд, знакомство с творчеством Тютчева, когда нужно начинать? В школе или уже чуть позже, когда становятся студентами? Вы знаете, я соглашусь с существующей школьной программой. Мне кажется, чем раньше детей прививать к классике, чем раньше читать стихотворения, тем лучше. Может быть, на первый взгляд покажется, что ребенку достаточно сложно будет воспринимать вот эти строчки, которые вы процитировали Тютчева. Но ребенку же еще важен звук вот этих строк. А кроме того, если что-то ему неизвестно, то можно же обратиться к энциклопедии и к легендам древней Греции, рассказать, что Геба – это вечно молодая дочь греческих богов Зевса и Геры, что вот она такая игривая, легкая. Надежда Ивановна, мы знаем, что скоро в Омске откроется такой, стартует проект «Книжный сад для детей». Мы обязательно поподробнее узнаем об этом проекте у вас сегодня, но для начала мы просим у вас помощи. Просим взрастить наше редакционное дерево с помощью фамилий известных поэтов и писателей – отечественной детской литературы. Вот на ваш взгляд, кто бы мог стать стволом, основанием отечественной литературы для детей? Ну, я думаю, что это должен быть Александр Сергеевич Пушкин. Все-таки, да, это общепризнанный классик русской мировой литературы. Он писал непревзойденные произведения и для детей, и для взрослых. Поэтому, думаю, да, Пушкин один из... Пушкина можно сразу, прям с первого класса или с детского сада? Конечно, с детского сада. Опять же, у лукоморья дуб зеленый, все тут концептуально очень. Вот в качестве веточек, которые поддерживают этот ствол? Ну, здесь, наверное, полегче будет задание. Сюда, мне кажется, можно отнести в первую очередь Чайковского корнея, корнея Чайковского, Затем Маршак, Барто, Павел Бажов, Александр Волков. Мне кажется, у нас дерево маленькое, Наташа. Бажов. Бажов, да. Обязательно Маршак. Маршак повыше тут будет расти у нас. Маршак. Барто, Агния Барто, ее замечательные детские стихотворения, которые детям начинают читать еще, даже когда они плохо понимают, о чем говорят. А вот корневая система, кто бы мог на нее претендовать, вот такие корни у нас? Ой, вы знаете, тогда я, наверное, маленько ошиблась. Вот, наверное, всех этих писателей можно перенести в корни, да. Потому что это как раз такое вот основание детской литературы. Вот корней Чуковским, конечно, должен быть корнем. Я вот так еще стрелочки нарисую. Да. А веточками, наверное, уже тогда сделаем более современных писателей. Это и... Так, Григорий Остер, возможно. Со своими вредными. Да, со своими вредными советами, которые тоже очень любят дети. У нас еще есть листья, еще листья будут, так что берегите. Так, давайте тогда к листикам перейдем. Листики. Ну, наверное, это еще более молодые. Возможно, даже... Побеги такие молодые. Да, возможно, даже здесь можно назвать фамилии наших омских детских писателей, тоже замечательных. Это Татьяна Четверикова, Вероника Шелленберг, Роберт Удалов. Так, Тимофей Белозеров, да? Это тоже такой вот омский будет стулон. Да, но он, да, у него такая хорошая ветка. Веточка. Веточка. Тоже очень любимый детьми. Читаем мы его, вот я, насколько по мне, его первый раз почитали в детском саду воспитателей. Можно еще писать и писать, но уже доска у нас, место на доске заканчивается. Так что, вот такое редакционное дело будет. Свой книжный сад. Теперь предлагаем перейти к вашему. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Идея проекта создать на территории библиотеки такой вот игровой детский комплекс, но стилизованный. То есть это будут качели, карусели, различные аттракционы для детей. Но основным элементом оформления станут визуальные образы литературных персонажей из детских сказок. То есть дюймовочка, красная шапочка, ну и другие любимые персонажи. А на базе какой библиотеки это будет проходить все? Это состоится на базе библиотеки имени Зои Космодемьянской. Эта библиотека находится в Ленинском административном округе, в поселке, в микрорайоне поселок имени Свердлова. И мы там высаживаем деревья, любимые деревья наших русских писателей. Вот в этом году и поэтов. В этом году мы посадили березы, которые воспевал в своих стихотворениях Есенин. Планируем также посадить рябину, дуб, сирень, которую любил Чехов. Поэтому так вот и таким... То есть даже к выбору посадочного материала вы подходите в рамках концепции, да? Ну да, мы хотим, чтобы все соответствовало, да. И вот украшением, таким центром притяжения в книжный сад станет еще вот такой игровой комплекс. Что за персонажи там будут располагаться? Какие литературные герои? Ну вот мы тоже как бы, когда все это обдумывали, формулировали, мы провели небольшой такой социологический опрос среди наших маленьких читателей, среди их родителей. И сформировали такой небольшой рейтинг популярных, любимых персонажей. Туда вошли и Дюймовочка, Красная Шапочка, Буратино, Карлсон, Незнайка, Чиполина, вот еще ряд других. Но пришлось от некоторых отказаться из-за существующих ГОСТов, потому что, да, на игровой площадке не должно быть острых предметов. А так как у Буратино... Буратино, да, да. Прощай, Буратино. Карлсон, прощай. Нет, Карлсону мы оставили. Оставили Дюймовочку, несмотря на то, что она у нас будет сидеть в таком... в лилии, да, она должна была сидеть. И предполагала, что будут острые кончики. Но вот кончики мы скруглили, поэтому Дюймовочка у нас останется. А Буратино, к сожалению, да, попрощался с этим проектом, потому что острый нос никак не сделаешь круглым, и пришлось от него отказаться. Когда откроется этот сад для детей? Хотя бы примерная дата, потому что уже очень-очень надо к вам приехать. Презентация состоится 2 июня, поэтому всех приглашаем в гости. 2 июня. 2 июня, да. Спасибо большое за беседу. Дети, цветы жизни. Мы надеемся, что книжный сад для них станет любимым местом пребывания. Ну, а Дарья на 12-м канале. Новости.